Музыка Несмотря на очевидные успехи медицинской науки, существуют болезни, победить которые мы пока не можем. Я имею ввиду целую группу заболеваний, название которой многие воспринимаются как приговор – онкология. В эфире программа «Диалог». Здравствуйте. В прошлом году почти 300 тысяч россиян и более 7 миллионов людей в мире умерли от рака. Исследователи предсказывают, в развитых странах рак обгоняя сердечные заболевания станет наиболее частой причиной смерти. Конечно, и медицина не стоит на месте. Всем известно, что на ранней стадии болезнь поддается лечению. И здесь главная проблема заключается в том, что мы нередко обращаем внимание на проблемы со здоровьем слишком поздно. Именно поэтому в нашей стране так много случаев поздней диагностики рака. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, половину случаев заболеваний раком можно предотвратить, если решить проблему ожирения, злоупотребления алкоголем и табаком. От кого же? От врачей или от самих граждан? В большей степени зависит, чтобы онкология перестала быть приговором. Почему россияне вовремя не идут к врачам, теряя шанс на выздоровление? Что делать, если диагноз уже поставлен? Об этом мы говорим сегодня с директором Института экономики здравоохранения Ларисой Поповичей. Лариса Дмитриевна, насколько продвинулась современная медицина в лечении таких заболеваний, как онкологические? Продвинулась очень сильно. Сейчас в мире очень активно для некоторых видов онкологических заболеваний используются вакцины, которые предотвращают развитие этих очень серьезных недугов. Существуют очень эффективные лекарственные средства. Надо сказать, что онкология – это та зона, где быстрее всего возникают новые лекарства, новые технологии, новые способы оперативного вмешательства. Сейчас практически каждую неделю поступает информация о том, что возникли новые способы диагностики. Буквально вчера я читала о новом быстром тесте на онкологические заболевания, связанные с процессами прямой кишки, в желудочно-кишечном тракте. То есть, вообще-то говоря, это отрасль, которая переживает очень бурное развитие. К сожалению, Россия немножко в стороне находится от этого процесса. От имеющихся на сегодняшний день новых эффективных молекул, их около 40 сейчас в сфере онкологии, в России зарегистрировано только около 10. Но надо сказать, что это максимальное количество инновационных молекул среди других нозологических форм. Вообще в России среди инновационных лекарств нашему населению доступно только 29% от имеющегося потенциала. Наибольшая часть как раз в онкологии. Оренбургская область как выглядит по сравнению с другими регионами России по онкологическим заболеваниям? Вы знаете, в Оренбургской области прежде всего нужно отметить, что обеспеченность врачами и онкологами, в общем, примерно такая же, как в среднем по России. При этом новых больных ежегодно выявляется значительно больше, чем в среднем по России. Плохо это или хорошо? Ну, с одной стороны, конечно, это может быть связано с более высоким уровнем заболеваемости. А с другой стороны, судя по тому, что в Оренбургской области выявляется больных на первой-второй стадии заболеваний больше, чем в России, чуть-чуть, но больше, чем в России, это говорит о том, что у вас хорошо поставлен процесс выявляемости как раз. То есть ваши онкологи, видимо, все-таки работают чуть-чуть лучше, чем в среднем по России. Все пациенты, которые нуждаются в проведении химиотерапевтического метода лечения, обеспечены химиопрепаратами 100%, причем бесплатными, как на стационарном, так и на амбулаторном этапе своего лечения. Значит, в год Министерство здравоохранения и бюджет Оренбургской области согласно программе обеспечения необходимыми лекарственными средствами и по программе социально значимых болезней тратит на приобретение препаратов для лечения онкологических больных в 2013 году на эти цели было затрачено 377 миллионов рублей. Это составляет 33% от всего объема финансирования бесплатными лекарствами всех заболеваний. Плюс еще стационарное лечение на онкологических койках, где тоже препараты закупаются отдельно, и все пациенты бесплатно обеспечиваются этим видом медицинской помощи. Все понимают о необходимости диагностики на ранней стадии, но часто больные умирают, а им говорят, слишком поздно обратились. Знаете, на самом деле онкологическое заболевание – это страшное заболевание, потому что несет на себе вот такую стигму неизлечимости. Сейчас это уже не является неизлечимым заболеванием, и бояться его не надо. И раннее выявление – это прежде всего, конечно, не столько даже функция врача, сколько функция самого человека. Если он будет постоянно следить за состоянием своего организма и при первых признаках какого-то непорядка обращаться к врачу, мы увеличим объем, долю выявляемости на ранних стадиях. Ну и, конечно, низкой доступности медицинской помощи. Человек должен всегда суметь попасть к врачу тогда, когда ему это нужно. С одной стороны, россияне знают про рак, но с другой – боятся его и не хотят идти к врачам, теряя время и шанс на выздоровление. Большинство приходят к врачам уже на второй и третьей стадии болезни. Очень многие доходят до медиков лишь на четвертой стадии, когда вылечиться уже сложно. Сегодня мы задали прохожим два вопроса. Знаете ли вы о том, что рак хорошо лечится только на ранних стадиях? И когда вы в последний раз обследовались? Ну, раз в год работаю в школе, и поэтому приходится проходить раз в год обследование. У ближайших родственников, как недавно, заболел этим. По моей ситуации я понял, что этот вопрос проконтролировать вообще невозможно. Нужно, я считаю, почаще обращаться к врачам. Каждый год медицинское обследование проходим. Детальноум, даже, придет пойти и проверить себя на наличие рака, допустим. Это в голове. Надо делать централизованно. Как в Японии, допустим, по предприятиям, правильно? Всех поголовно. 100% на обследование. Нас никто не посылает на обследование. Я пыталась на маммографию попасть, и не смогла. Сказали, не тот район, потом нет договора с этой поликлиникой. Что-то надо еще ходить, куда-то опять добиваться. И, в общем, я и дел бросила. Никаких болезней ко мне не пристанут. Поскольку я оптимист, занимаюсь здоровым образом в жизни. И влюбленный в жизнь. Болиться никогда не хожу. Хотя на пенсию уже 22 года. Менталитет нашего населения остается таким, что люди все-таки считают это заболевание фатальным. И, в общем-то, какой-то страх перед выявлением этого процесса у людей есть. Вот, скажем, за рубежом, если какие-то известные люди борются с этим заболеванием, то они во всеуслышание говорят о всех этапах диагностики, лечения этого заболевания, показывая остальным людям, что это возможно преодолеть это заболевание, и победить его, так сказать, с помощью медицинских вмешательств. У нас как-то вот менталитет населения такой, что люди как-то не верят. Хотя мы не перестаем говорить, что диагноз рака – это не фатальный диагноз и не приговор. И действительно, в начальных этапах развития этого заболевания онкологический процесс очень хорошо лечится. Результативность лечения достигает 90-99% при некоторых нозологиях. Так что вот судите сами, чем раньше выявлен процесс, тем лучше результат лечения. Медики часто говорят о том, что наши граждане пассивные, очень не дозавешься их для того, чтобы они прошли какой-то профилактический осмотр. Но сама система здравоохранения, что сделать для того, чтобы люди знали об этих опасностях, чтобы они приходили, и чтобы когда приходят, не ждали там бесконечных очередях. Справедливости ради надо сказать, что какие-то действия Министерства здравоохранения, и федеральные, и уж тем более региональные, конечно же, проводят. Конечно же, система электронной записи на прием к врачу в свое время и Министерством здравоохранения, и региональными министерствами позиционировалась как способ обеспечить равный доступ и быстрый доступ к врачам. Проблема в том, что врачей просто не хватает, реально не хватает. С другой стороны, Министерство здравоохранения проводит на своем сайте рекламную информационную кампанию. Так здорово это называется, там на сайте есть такой раздел. На мой взгляд, этого недостаточно, конечно. Мне недавно привезли интересные буклеты из Сингапура, где Министерство здравоохранения разговаривает с своим населением на понятном населению языке. Не со ссылкой на нормативные акты, которых сам черт ногу сломит, их даже специалисты-то не очень хорошо понимают, а простыми, с человеческими словами, в картинках, если вы пойдете туда-то, то вам там окажут то-то, то-то. Мы направили такое-то количество денег, чтобы закупить вот такие-то тест-системки, которые вы можете использовать там-то, там-то для того-то, буквально в картиночках, и там в местах скопления населения, в Сингапуре, в метро, в магазинах, на остановках. Вот, пожалуйста, ближайший пункт, где вы можете протестироваться, например, на то-то, то-то, находится там-то. Ну, понятно, что умение разговаривать со своим населением – это большое искусство. Но кому, как нерегиональным органам власти, поняв чаяние населения, пойти к нему навстречу и объяснить, что нужно делать, как нужно делать. У нас есть специализированное медицинское издание «Здравствуйте Плюс», где наши специалисты регулярно выступают с публикациями о профилактике, о лечении онкологических заболеваний. Затем есть ряд телевизионных передач, где, так сказать, также эти вопросы освещаются, эта программа «Здравствуйте». Затем в 2013 году был реализован интернет-проект «Поговорите с доктором». Нами реализуется проект «День открытых дверей». В феврале мы провели «День открытых дверей» по локализации рак кожи. Почему мы начали с кожи? Потому что в структуре заболеваемости рак кожи стоит у нас в Оренбургской области на первом месте. За эту субботу обратилось свыше 80 пациентов, причем где-то около 30% был поставлен диагноз онкологического заболевания. Отрадно то, что этот диагноз был поставлен на ранних этапах, и, естественно, я думаю, что лечение этих пациентов будет успешным. Чиновники от медицины часто говорят о том, что у нас уровень лечения онкологических заболеваний очень высокий и ничем не хуже, чем за границей. Почему же так получается, что когда у людей есть деньги большие, они все-таки идут за границу? Ведь согласитесь, что это как бы голосуют за определенную медицину. Смотрите, я сказала, что вообще в мире буквально каждую неделю появляются все новые и новые технологии, все новые и новые методы лечения. Но самое-то важное, то, что они появляются не в одном месте, а в разных местах мира. Сейчас ведь в глобальном мире вообще нет ни одной страны, которая полностью на самом высоком уровне может обеспечить все лечение. Куча американцев едут за хорошей операционной помощью, например, в Тайвань, либо в Израиле и так далее. Медицинский туризм возник потому, что люди ищут, кто умеет это делать лучше. Я повторяю, у нас есть виды онкологических заболеваний, в которых наши врачи могут ничуть не меньше, а иногда даже лучше, чем это могут на Западе. Но наши врачи не умеют разговаривать с населением, это первое. А второе, не говорят честно, где мы не можем. У нас нет информационной прозрачности. И в этом я тоже виню Министерство здравоохранения. Если бы был международный рейтинг... Кстати, очень многие страны входят в международный рейтинг, в том числе на операционные вмешательства, на лечение онкологических заболеваний. Где, в какой стране конкретный вид онкологического заболевания, либо хирургического заболевания лечится лучше. И сколько это стоит. И человек может выбрать. Будет он бесплатно лечиться в своей стране, в которой, может быть, третье, четвертое, пятое место в рейтинге. Либо он заплатит тысячи или десятки тысяч долларов, но поедет в страну, где это первое место в рейтинге. У него есть такой выбор. В России нет этой информации. Но есть неизлечимые случаи, когда запущено заболевание, его нигде не вылечат. Но деньги стребуют. Обеспечат хорошие условия, наверное, но не вылечат. Но родители, несчастные родители, в надежде на чудо, готовы все продать и уехать. И это уже недобросовестная компания. Здесь нужно различать разные ситуации. Реальная необходимость лечения в другой стране, где эта технология развита, а в России нет. И маркетинговая активность. Поэтому, конечно, прозрачность. Вот что в этой ситуации поможет. За 2013 год пролечено на онкологических койках вообще в области свыше 17,5 тысяч пациентов. Все эти больные получили необходимое лечение согласно стандартам, которые утверждены у нас в области. Стандартам оказания онкологической помощи нашим больным. Было проведено за 2013 год 5505 операций на всех койках. Это довольно много. Причем следует отметить, что из всего объема этого лечения 1700 случаев – это оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Поверьте мне, это довольно внушительные цифры. И это говорит о возможности онкологической службы выполнить сложные медицинские манипуляции. Это и расширенное оперативное вмешательство. Это и лучевая терапия наших пациентов, включающая конформную лучевую терапию. То есть это говорит об оснащенности достаточно тяжелым медицинским оборудованием. Это и химиотерапевтическое лечение, включая дорогостоящие таргетные препараты. То есть я думаю, что лечение на достаточно высоком уровне налажено наших пациентов в Оренбургской области. Дайте совет тем, кто узнал, что их знакомый, родственник, больной неизлечим. Вы знаете, никогда не следует опираться на единственное мнение. Вообще в мире всегда используется second opinion, так называемое, второе мнение. Обратитесь срочно, обратитесь в другой центр, попросите консилиум. Может быть ошибка. Прежде всего убедитесь в том, что этот диагноз, тем более страшный диагноз, окончательный. Есть, в конце концов, возможность послать стекла, послать материалы на дополнительное обследование. Убедитесь в том, что этот, что приговор окончательный. Следующим этапом, безусловно, если это так, постарайтесь сделать комфортно. Последние дни, если они действительно последние для своего близкого, не надо мучить его, возить неизвестно куда, если болезнь уже не имеет исхода, не имеет единственный исход. У нас сейчас достаточно хорошо развивается служба палеоативной помощи. Проведите вместе с родным и близким, со своим знакомым эти последние дни. Сделайте его уход счастливым. Потому что это действительно, ну, это судьба каждого из нас. И все мы уйдем. Но просто нужно, чтобы мы уходили достойно. Не надо суетиться. Если же это ошибка, и если есть надежда, боритесь. Боритесь в России, используя все возможности. И используйте, пожалуйста, те возможности, которые дает государство. Ведь у нас государство выделяет деньги на лечение за рубежом, если в России нет возможности этого лечения. Об этом должны все знать. Никто не должен становиться нищим из-за того, что заболел его родной и близкий. Пожалуйста, знайте о своих правах и используйте их. Трагическая смерть адмирала Апанасенко очень всклыхнула всю общественность. Получается так, что лекарства, которые необходимы больному, уже неизлечимы больному, а это получается, что это наркотики, доступ к ним именно для этих больных часто бывает закрыт. Из-за этого такие трагедии. Что с этим можно сделать? Вы знаете, мы разбирались в этой ситуации. Я, конечно же, возмущаюсь организацией, выписки рецептов в этом медицинском учреждении. С другой стороны, существуют, выдуманные не Минздравом, а Федеральные службы по контролю за наркотиками, какие-то безумно усложненные процедуры получения наркотических анальгетиков. Наши наркоманы не используют эти наркотические анальгетики для того, чтобы получать свой кайф. Они используют совершенно другие препараты. Поэтому, конечно, мы дошли до абсурда в сложности доступа наших больных к этим препаратам. Поэтому плохо, что всколыхнула нас только эта страшная смерть. Но мы с вами ведь должны помнить, что у нас только 10% населения, нуждающихся в обезболивании, его реально получают. Вы понимаете, 10%! И мы об этом кричим давно, но только сейчас были услышанными. Мы сейчас очень серьезно включаем механизмы государственного и частного партнерства, потому что те, кто поставляет эти наркотические анальгетики, причем они очень дешевые, они готовы поставлять, их можно закупать. Они не могут это делать, потому что в аптеках нужно устраивать совершенно безумные какие-то там сейфы, решетки на окнах, опечатывать двери. В аптеке, в которой маленький оборот из-за двух-трех упаковок этих препаратов, они не могут такие деньги найти. Поэтому мы подключаем, конечно, сейчас различные механизмы, чтобы это обеспечить. Но с другой стороны, сейчас Министерство здравоохранения всерьез разговаривает с ФСКН об упрощении доступа. Как вы относитесь к благотворительным марафонам, когда деньги собирают на кого-то из известных очень больных? Вы знаете, я очень по-разному отношусь. Потому что, конечно, без благотворительности ни одна страна не обходится. И мой глубокий поклон тем, кто действительно беззаветно служит делу обеспечения необходимой помощи. Но очень хочется верить, что у всех этих фондов чистые руки. Потому что иногда вместо того, чтобы использовать правильно все возможности и просто проинформировать больных и помочь им, например, оформить ту же квоту выезда за рубеж, фондам проще обратиться с телевизора, заработать деньги, куда-то их пустить. Не знаю. Очень неоднозначно отношусь. Наверное, фонды фондам рознь. Но все-таки мне кажется, что и здесь крайне важна прозрачность. Кто куда собирает, зачем собирает и почему в этой ситуации не срабатывает государство? Почему государство позволяет вот так вот дискредитировать имидж в глазах населения? Поэтому мне кажется, что здесь должна быть какая-то совершенно иная система выстроена. Мы должны с вами знать, на что есть деньги у государства, на что их нет, и надо искать фонды. И тогда мы должны понимать, как эти фонды финансируются и куда идут эти деньги. Тогда, наверное, будет больше доверия. Как и при каких условиях мы сможем сказать о том, что рак перестал быть неизлечимым болезнью и перестал быть таким приговором? Без того, чтобы население включилось в процесс отслеживания и ведения здорового образа жизни и отслеживания состояния своего здоровья, мы, конечно, с этой проблемой не справимся. Это раз. А второе, все, что касается лекарственного обеспечения, надлежит пересмотреть в Российской Федерации. Вообще, фокус внимания общества к проблемам здравоохранения должен быть более серьезным. Нам нужно понимать, что здравоохранение это та отрасль, которая производит ресурсы, а не потребляет их. Вложение в здравоохранение это не расходы, а инвестиции. И вложение в раннее выявление онкологических заболеваний означает продление трудового, активного периода жизни, восстановление трудового потенциала и, в общем, совершенно иную ситуацию со здравоохранением в стране. Поэтому много здесь надо делать, комплексно к этому подходить, начинать с себя, но и требовать от власти. Итак, что же в сохранении здоровья зависит исключительно от нас самих? Согласно официальной статистике, 43% раковых заболеваний можно предотвратить с помощью простых правил здорового поведения. Это полный отказ от курения и алкоголя, регулярное здоровое питание, вакцинация против вирусов и избегание длительного пребывания на солнце. К этому списку стоит прибавить совет избегать стрессов и регулярно проходить медицинские обследования. Сложные правила. У врачей существует такой термин онкологическая настороженность. Пусть этот термин будет и в вашем арсенале. Относитесь к себе бережно. Подумайте о своих близких. Ведь когда начинается беда, люди вспоминают, что уже полгода болело. Они все надеялись, что само пройдет. Вместо того, чтобы просто прийти пораньше к врачу. На этом все. Здоровья вам. И до встречи в программе «Диалог». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!